Дорогие друзья, привет всем! Этот ролик будет немножко необычным. Он будет отчасти шуточным, а отчасти серьезным. Кроме того, к концу этого ролика будет объявлен некоторый конкурс. Поэтому обязательно досматривайте до конца. Если уж совсем лентяи, то проматывайте в конец. Итак, я получил вот такой интересный файл. Мне его прислал мой коллега и друг Костя Воронцов, который занимается большими данными. Очень известный чувак. И вот давайте прежде всего посмотрим этот ролик. Вот в ТикТоке он всего 26 секунд. Включаю. Нареет такой факт. Если выписать слово коронавирус, и затем напротив каждой буквы написать ее порядковый номер в алфавите, например, А это первое, В третье, и то затем перемножить эти цифры, перемножить все эти цифры, все эти числа, то у нас получится 666 миллиардов, 666 миллионов, 666 тысяч, 666. Вот, ролик на этом заканчивается. Ну, надеюсь, что те, кто слушают мои лекции, сразу нашли ошибку. Я весьма и весьма на это надеюсь. Ну, и где же ошибка в этом ролике расположена? То есть это фейк-ньюс, это неправда. Ну, дело в том, что в конце этого числа цифра 6. А одна из букв слова коронавирус, это буква И, номер которой это 10. Вообще, автор этого ролика еще и, так сказать, путает понятие цифра и число, что уже само по себе знаменательно. Ну, суть в том, что если есть буква И, то, значит, среди перемножаемых номеров есть десятка, значит, на конце должен быть ноль. Поэтому это, конечно, фейк откровенный. Ну, Костя Воронцов решил сделать из этого фейка веселую историю и говорит, хорошо, а можно ли как-то иначе перенумеровать буквы, слово коронавирус, чтобы все-таки его дьявольскую природу установить, значит, допустим, букве К мы даем не то место, которое она имеет в алфавите, а какое-нибудь другое. Ну, вот, можно ли перенумеровать буквы этого слова? Так, чтобы при произведении соответствующих чисел получилось вот такое число. На самом деле, ответ все равно нет. Более того, нельзя даже присвоить вот этим вот буквам... Вот этим вот буквам... Так, сколько у нас их? В, да, И, Р уже был, У, С, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять разных букв, нельзя им присвоить вообще никаких натуральных значений, чтобы произведение соответствующих чисел, ну, соответственно, в количестве два для О, значит, число, которое соответствует букве О в квадрате, число, которое соответствует букве Р в квадрате, ну, и по одной все остальные, да, чтобы получилось это вот вышеозначенное число. То есть, вроде как, никаким способом дьявольскую природу пока у нас не получается показать. Почему же это так? Ну, потому что давайте посмотрим на разложение на множители. Оно должно быть единственным, да, для каждого натурального числа, согласно основной теореме арифметики. И какое же разложение на множители у данного числа? Здесь мне без подсказки боюсь не обойтись. А получается ответ такой. Дважды, трижды, трижды, семью. Вот. Одиннадцатью, тринадцатью, тридцать семью, сто одиню, девять тысяч девятьсот один. Вот. И получается, что у нас уже вот этих вот простых, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, то есть простых чисел в разложении всего лишь девять, а букв раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать, то есть произведение каких-то одиннадцати натуральных чисел должно быть равно произведению девяти простых. Но произведение одиннадцати натуральных – это произведение уже не менее, чем девяти простых. Вот. Ну, так сказать, ну, там, может быть, да, за исключением случая, когда единичку где-то всунем. Но вот отдельный вопрос, да, если мы всунем в точку О единицу, да, Да, мы, в принципе, мы можем тогда что? Тогда вроде как у нас, наверное, получится. Но единица, это такая, ну да, если мы, например, обозначим за единицу, да, если мы возьмем за тройку вот эту букву R, так, что у нас тогда останется? Значит, у нас получается, о, это единица, R, это тройка, мы убили вот эти вот. Вот, осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, у нас получилось, если мы разрешаем единичку, только в этом случае, если мы единичкой обозначаем букву O. Вот, ну а Костя Воронцов, он, значит, считал так, что единичкой мы все-таки не имеем права обозначить никакую букву. Тогда давайте посмотрим, можем ли все-таки спасти утверждение о дьявольской природе, удлинив количество шестерок, увеличив количество шестерок. То есть, допустим, ни одна единица здесь не встречается, можно ли тогда получить какое-то число из одних шестерок и как-нибудь обозначить, значит, эти буквы за числа, чтобы получить то, что нам хочется. А на выходе нам хочется доказать-таки дьявольскую природу коронавируса. Ну вот ответ, что это получится. Если шестерка стоит 111 раз, то в описании будет указано его разложение на простые числа. И там будет две тройки, две, два раза 37 и еще все ровно оставшиеся количество раз какие-то ужасающие большие простые числа, которые дадут произведение, значит, слово коронавирус. Вот так. Так что супер дьявольская природа коронавируса доказана, что и требовалось доказать. Но это еще не все. Потому что вы, наверное, обратили внимание, что я в какой-то странной футболке и уже сразу подумали, что ролик этот является рекламным. В каком-то смысле это так. Это ролик типа коллаба, кооперации. Вот с этой компанией, Softline, которая мне подогнала эту футболку. И эта компания обещается продвинуть всю нашу деятельность как можно сильнее, ну, так сказать, по своим каналам и сделать конкурс, сделать призы, призы, раздать призы за конкурс, который я сейчас объявляю. А конкурс такой. Пришлите нам в описании к этому видео свою собственную историю. Историю о том, как математика и особенно вот такая какая-нибудь алгебра, арифметика, простые числа, разложения, намножьте, самое вот лакомое. Когда вот эта математика вам как-то существенно помогла в жизни или просто какая-то совершенно анекдотическая жизненная история, которая основана на алгебре, там, арифметике или чем-то таким вот сугубо абстрактном. И тот, кто пришлет самую классную историю, получит призы вот от этой компании Softline. Вот такой у нас совместный ролик выходит. Всем пока. Остаемся на связи. Следите за каналом.